В Петербурге простились с Ильей Олейниковым. Гражданская панихида прошла в театре эстрады. Собрались сотни зрителей, коллеги и многие известные в городе и в стране люди. Артисты провожали аплодисментами и под музыку из всеми любимого городка. Было много живых воспоминаний. Виталий Чищухин продолжит. Песня, которая обычно звучала в финале программы «Городок», сегодня открыла прощальную церемонию с Ильей Олейниковым. Как точно для этого печального дня в ней поется «Где с тобой, мой друг?» шутили. На этих словах бессменный партнер и самый близкий друг Юрий Стоянов сыграл последнюю роль в этом дуэте. Мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. А потом очень коротко процитировал другую строчку, все из той же символичной песни «Проводим всем двором». Этот двор за годы жизни Олейникова стал таким большим, что зал театра эстрады был заполнен до отказа. А очередь из тех, кто пришел проститься с артистом, растянулась на всю большую конюшенную. Приехав с юга, он стал петербуржцем, и, конечно, многие в этом городе были знакомы с ним лично. Я не верю, что это случилось. Для меня Илья Крылов был, и он всегда останется живым. И совсем недавно у нас Иван Львович снимался. И он вышел из нашего дома, и мы не можем осознать, что он покинул навсегда этот наш дом, где мы его любили. Скорбные телеграммы зачитываются всего мира. В них одно слово плачем. Олег Басилашвили с трудом, подбирая слова, говорил о ценности не просто человеческой, а актерской жизни. Сегодня, провожая артиста Олейникова в последний путь, я понимаю, что ценность, великая ценность, таланта этого большого артиста ушла навсегда. Осталось только бледные копии телевизионных фильмов, воспоминаний близких, родных. Но его больше с нами не будет. Очень страшно, когда ты не успеваешь человеку при жизни сказать хорошие слова. Вместе со Стояновым, Олейников все 90-е начало нулевых будил своими шутками страну. Даже обидно было проспать городок. А вы не рядом со стадионом живете? Да. Да? Да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Он давал возможность посмеяться над упавшим, но показывал зрителю, что человеку еще и больно в этот момент. Его комедийные образы были и смешными, и одновременно грустными. Олеников был талантлив во всем, заставлял зрителя думать, снимался в кино и даже сочинил мюзикл. Человек, который не знал ни одной ноты, написал роскошный совершенно мюзикл. Человек, который не выговаривал в алфавите 30 букв, стал одним из лучших разговорников нашей страны. Человек, когда мы сходили в большой супермаркет после спектакля, и говорил, что будем брать на закуску? Он всегда говорил, бычки в гармонте. Вот в этом и был я, Силюша. В финале церемонии прощания прозвучала еще одна песня в исполнении самого Оленикова. Ушедшим из жизни артистам принято аплодировать, но сегодня эти аплодисменты были особенными, ведь овации телезрителей редко услышишь. Что ты возьмешь себя, не притворяться и не удачь, и не упреклать, 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 баланс для всех, а войн, и не боя. Похоронили Илью Олейникова не в городе, а в одном из городков на Казанском кладбище в Пушкине. Виталий Чичухин, Александр Васильев, Пятый канал.